Наркотики, борьба с наркоманией Здравствуйте Олег Николаевич, акция, всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» Она проходит в Оренбургской области, сейчас начинается очередной этап этой акции Меня больше интересует вопрос, как оренбуржцы восприняли эту акцию И как вы взаимодействуете с населением Ведь я понимаю, самый главный посыл этой акции Это взаимодействие с простыми людьми, чтобы они сообщали, где есть уже наркоманы, наркопритоны и так далее Да, действительно, эта акция проходит уже пятый год И надо сказать, что оренбуржцы с первого года проведения этой акции активно поддержали Активно откликнулись на наши призывы А кроме органов наркоконтроля в акции принимают участие органы полиции Управления внутренних дел Оренбургской области Органы здравоохранения, образования принимают участие Другие структуры На телефоны доверия в 2011 году поступило около 1000 звонков от граждан В этом году, в 2012 году проведен первый этап акции В марте месяце поступило почти 400 звонков Это достаточно много Поэтому начинается второй этап Мы ожидаем, что количество звонков будет не менее, чем в первом этапе Человек, который звонит, он что должен сказать? Ну, во-первых, человек, который звонит Их несколько категорий Мы просто анализируем и знаем Человек первый, кто, конечно, уже в такой степени Его, может быть, соседи Или кто проживает близко Ну, по-простому говоря Потому что сообщает о существовании притона По употреблению наркотиков А притон дизаморфиновый До недавнего времени Это вообще было Мы неоднократно говорили об этом Просто головная боль всех оренбуржцев И не только оренбуржцев Это, значит, запахи ацетона и других веществ Это, значит, постоянное нахождение возле квартиры В подъезде, в квартиры наркозависимых людей Понятно, антисанитария Конечно, криминогенная обстановка Поэтому человек первый, как вы говорите, достали А второе, конечно, безопасность своих родственников Детей, внуков Чтобы не втянули в эту деятельность Не втянули в употребление наркотиков Звонки анонимные Звонки записываются И анонимные И если человек представляется Это не возобраняется Даже упрощает нам работу Мы можем затем побеседовать Уточнить какие-то вопросы То есть вы ощутили такую отдачу Вашей службы от этой ацетии То есть у вас появилось больше информации Если правоохранительную составляющую взять То за прошлый год, в 2011 году Было возбуждено 75 уголовных дел 43 человека привлечено к уголовной ответственности Из примеров, они, в общем-то, характерны В Оренбурге, на улице Туркестанская Я просто посмотрел ряд уголовных дел Тот владелец жилья Содержал притон Постоянно приводил к себе наркозависимых Устраивали они употребление совместное Поэтому после звонка И последующей оперативной проработки Были задокументированные действия Привлечены к уголовной ответственности Изъято там, насколько я помню Более 20 грамм дезаморфина и марихуана Все вместе В Сорочинском районе, в жилом доме Уже то же самое организовано было В Орске было сообщение О именно сбытчике героина Поэтому задержали на сбыте И, по сути, в названии этой акции Сообщи, где торгуют смертью Конечно, мы ожидаем прежде всего Сообщение о торговцах О сбытчиках С тем, чтобы пресечь вот эту дилерскую сеть Канал Могу, конечно, сразу ответить Потому что ранее задавали вопросы А некоторые это скептически говорят Ну ладно, вот вроде бы что Вы тут призываете Полиции Вообще все сбытчики известны И все вы знаете Я повторюсь Хотя и говорил, что далеко не все знает полиция Орган наркоконтроля О тех сбытчиков Потому что наркомафия Она возобновляется Она меняет своих бойцов Будем так говорить И поэтому Любая новая информация Своевременная Она помогает Своевременно реагировать Ну вот вы правильно сказали Что во время этой акции Вы привлекли Наверное, может даже Это особенность этой акции Что привлечены Органы образования Здравоохранения Потому что, я так понимаю В советское время Было тотальное В общем-то Проф Медосмотры Скажем так И на предприятиях И на каких-то учреждениях И там выявить В общем-то Человек, который просто даже балуется Наверное, было достаточно легко Сдача крови Анализов различных А сейчас У нас такого В общем-то нет В стране Чтобы люди ходили И сдавали Ну хотя бы раз в год Какие-то Проходили профосмотры И поэтому Вашей службе Необходима Именно работа Именно со всеми Такими структурами Заинтересованными Которые могут Вам помочь Я правильно понимаю? Ну в советское время Уровень наркомании Был другой Мы не будем на этом Останавливаться Сейчас Профосмотры И обязательно Прохождение Проверки на употребление Наркомании Есть такое Есть постановление Правительства Для водителей И где категории Лиц, которые Прежде всего Техногенно опасных Производствах На опасных Они обязаны Не просто Обязаны проверяться И проверяются Часть предприятий Такого профиля Вообще При приеме на работу Проверяют всех На употребление Наркотиков Чем мы Поддерживаем Я могу сказать Сейчас Правоохранительные органы В обязательном порядке И органы полиции У нас все сотрудники Проходят тестирование На употребление Наркотиков И это Все шире и шире И служба Наркоконтроля Активно Продвигает Вот это Чтобы Тестирование Анкетирование Школьников В вузах И так далее Слабое звено Это вот я так понимаю Студенты Все таки Старшеклассники Я бы не сказал Что это слабое звено Это Наше будущее Поэтому акцент В работе Чтобы не допустить На первоначальном Этапе Вовлечения В употребление Наркотиков Делается Конечно На работу С молодежью Со школьниками Ну и саму звучит Школьник Наркоман Да Вот это же Не давно Средний наркоман Скажем так Это Люмпины Элементы Такие Асоциальные Средний наркоман Это Человек В возрасте От 18 лет До 39 лет То есть Молодой Молодой человек В меньшей степени Женщин присутствует А С различных Много Безработных Или неработающих Понятно Что Не только Начинает Употреблять Человек Все-таки Попавший В социально Трудную Ситуацию Такую Тяжелую Ситуацию Но и потом Когда начинается Употребление Он фактически Прекращает работу Прекращает учебу На первом этапе Да пока Поэтому Количество безработных Очень большое Значительное Вот Ну Различные категории Ну в принципе Ведь Так если Посмотреть Теоретически То Если бы была построена Работа с населением Ну скажем так Вот Именно на уровне Муниципалитетов То Вот эти притоны Действительно Можно было Достаточно легко Выявлять Потому что Были бы Например Была идея Управдомов Например Старше по дому Везде Старше по подъезду Консьержки Я уж так понимаю Это какой-то идеал Может быть Для элитного жилья В целом Это даже Нормально Вот Там В России Это называется Застучать Например А на западе Это называется Сообщить И предупредить У вас Поэтому У вас Такая формулировка Такая Я бы сказал Такая Очень интеллигентная Сообщи Где торгует смерть Но это наверное И правильно Действительно У нас История Была Очень Мы ее знаем Своеобразная У нас воспоминания И поэтому Стукачество Сообщение Оно Менталитет Нашего человека Воспринимает Совсем Вернее Он правильно Воспринимает Но Все-таки Трудно переломить Что одно дело Несправедливо Что-то такое Настучать В личных интересах Какую-то информацию Сообщить в органах Что было И в 30-е годы Мы все знаем Квартиру освободить Там Или какие-то Все вопросы Ну А сегодня Не квартиру А просто Вот поругался Вот я сообщу Пусть вот Наркконтроль Там что-то такое Есть такие факты Да есть такие факты Когда мы выясняем Что Сообщение было Ложным Ложным С одной стороны А с другой стороны В беседе В такой Профилактической Значит Ну Где-то Уже Говорят Ну да Я точно Не знал Но сообщил Потому что Все-таки Заложный донос Статья есть Поэтому конечно Человек не сознается Что он Заведомо Что-то такое Мы его Вообще-то Можем к уголовной ответственности Привлечь Заложный донос И предупреждаем Если это не анонимный Звонок А конкретный Что Заложный донос Есть ответственность В нашем законодательстве А если Сообщение В интересах Общества В интересах Мы начинали О чем Говорить Чтобы не допустить Эту заразу В свою семью В свое окружение Чтобы помочь Ближнему Или не ближнему Человеку Освободиться Потому что Он уже Сам Наркозависимый Он ограничен Силы воли Больной человек Тяжело Поэтому Это сообщение Это Не в ту качество И неоднократно Говорил Если хотим Так жить Все возложить На правоохранительные органы Которые Далеко не все могут Тогда будем Пожинать плоды Распространения Наркомании Олег Николаевич Тогда Такой вопрос Который выливается А почему акции Проходят поэтапно Почему бы ее Не сделать Просто Такой Перманентной Непрерывной С 1 января И до бесконечности На самом деле На самом деле Телефон доверия Органов наркоконтроля И других служб Он работает Круглосуточно И постоянно Давайте напомним Еще раз 770351 Телефон доверия Органов наркоконтроля У нас есть И сайт И можно в электронном виде Обратиться Сегодня Средства Связи Позволяют Обязательно Любое Хоть в электронном Виде Хоть по телефону Обязательно Информация Она Документируется Докладывается Мне лично Ставится на контроль И проверяется Вот С другой стороны Чтобы Все-таки Как-то акцентировать Это внимание Вот На необходимости Совместной борьбы На Может быть Ну Человек За Своими делами Как-то не обращает Внимание Знает А когда Он услышит Что еще и акция Проводится Ну Наверное Его подвигнет Все-таки взять И позвонить Спасибо Олег Николаевич Напомню Что гостем Студии Был генерал-майор Полиции Начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации По контролю За оборотом Наркотиков Паренбургской области Олег Николаевич Иванов Спасибо До свидания До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова